Поехали! Поехали! Сейчас я хочу вас упасть еще! Ух! Буся! Че? Привет! Привет! Привет, привет! Всем! Здорово! Ну я как обычно заканчиваю Кардио! У меня есть время, поэтому заканчиваю кардио! Хады бой! Привет, привет! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Литва, привет! Буся! Кошку запустила в комнату! Она тут мне всю комнату разносит! Привет, привет! Фух! Украина! Вся планета собралась! Еще раз, еще раз привет! Ну что, мы сейчас с марафонцами нашими отзанимались! Хорошенечко так! У нас осталось буквально две недели! Ну, можно так сказать, уже полторы недели осталось до закрытия марафона! Я, честно, с нетерпением жду результатов работы! Жду отчетов! Просто прям как ману небесную! Потому что, действительно, мне очень-очень интересный результат! Потому что пару человек уже прислала! Ну, просто так, за две недели изменений, да? Порадоваться! Блин, ну, я вам скажу, за две недели уже там такие есть результаты! Мама родная, что... Выбор будет, мне кажется, очень тяжелым! Здравствуйте! Да, да, да! Ну, можете потерять, смотря на каком ПП! Привет! Фартук! Питание, тренировки! Вообще ничего! Понимаете, вот... Каждый раз, когда вы будете задавать вот вопросы одни и те же! Как убрать живот? Как убрать бока? Как убрать ляжки? Я буду вам прямо одно и то же отвечать! Питание, тренировки! Питание, тренировки! Как попугай! Постоянно! Привет! Здорово! Здорово! Лечись! Давай! Сиди там! Кстати, что-то я заметила! Очень многие сейчас заболели! У меня тоже подопечные вон все перезаболели! Одна Ритка, как конь, ее пашет и не болеет! Буся! Да я тебе сейчас жопу раздеру! Смотря на какое сушке! Бу... Блять, пизда, блять! Все шары поронял! Уже гоня... Буся! Кофейку перетреню нормально, я перетреню и пью кофеек! Да! Навернула кофейка, съела банан, либо один-два! Ну, мне побольше, потому что надо, я больше! И все, и пошла шпарить! Привет! Спасибо! Спасибо! У меня там просто шапка лежит, а с бумбоном, такой, знаете, новогодний, он на проволоке, вот так, бумбон! Вот она, блять, там гоняет, уже один шарик! Мы еще елку, кстати, не разобрали! Вон, шарик уже один наебнуло! А я сначала такая, закончил тренировку, выхожу на кухню, думаю, бля, где Буська? Неужели выбежала в подъезд? Такая, думаю, ебаный в рот! Потом такая, нет, думаю, может быть все-таки в комнате! Открывает дверь, она, бля, просто из комнаты, бегом! Я говорю, чё, бля, нашкодила здесь тварина мелкая? В зал уходит 200 баллов с кипер-сговоры, ха-ха! Да, она у меня игривая очень такая, девчонка! А кофе с утра, молоко-вода, я называю, 0,5% такая! Еще, Бусь! Ты, муренькая, пизденка, я сейчас слезу с дорожки! Надеру твою задницу! Мохнатую черную! Тренин болит! Надкосница, какая надкосница? На ноге голеностопная? Не голеностопная, а на ноге? Голень, имею в виду, у меня тоже болит! У меня тоже самое легкие воспаления идут! Ну, блин, ну это нагрузки! Привет! Как я питалась, когда я экстра сушилась? Овощи, белок, овощи, белок, все, больше ничего не было! И тренировки по 2 в день! При быстрой ходьбе с гантелями, также, это кардио, здесь все работает, все задействовано! Все работает, это функционально! Соседи выкинули живую елку! От степпера, ну почему, тоже кардио нагрузка, конечно же, есть! Питер на связи, здорово! Готовьте, Питер, я приеду! Билеты куплены, квартира забронирована! Немного, нормально будет, пей! Можно, напомню, тренинг, но если ты выживешь на тренировках, то ради бога, господи, я никому не запрещаю! Только беременным запрещаю! Нет, тренировочный процесс вы строите самостоятельно, либо строит вам тренер! Привет! Кто, я по специальности? Ну, давайте начнем с самых мелких! Что я закончила? С самых мелких! Закончила 11 классов! Закончила... Технический... Техникум, короче! Техникум закончила по специальности менеджмент организации! Потом секретарь-референт курсы закончила! Потом у меня высшее физкультурно-педагогическое образование! Пять лет отучилась! Потом у меня сертифицированный профессиональный тренер-инструктор тренажерного зала! Диетолог частично еще добавок! Вот такие специальности у меня! 2000 рублей в месяц! Здорово! Привет, Тули! Дули-дули! Привет, Тули! Нет, они не влияют на результат! Главное, тренируйся! У всех потому что свой тренировочный режим! Все тренируются именно в своем режиме! То есть свой временной интервал тренировочный! Потому что у каждого своя работа! У каждого свой график! Режим дня! Да, нашли! Вон он дома! Чуть какой-то поебанный он весь! Непонятный! Пришибленный какой-то пришел! Еще бы два дня шароебился скотина! Спит второй день уже! При 115 килограмм это надо высчитывать от твоего! Средне-золотую находите полторашка! Полтора-полторы тысячи калорий! Это прям средняя золотая середина! И от нее пляшить! А вообще калории здесь, понимаете, смысл! Вы знаете калории! Но дальше что? Как я вам уже рассказывала! Вы знаете сколько вам? Вы знаете эту чертову цифру калорий, да? Но вы, блядь, не знаете из чего состоять должны эти калории! Калории не должны ваши состоять! Скушала йогурт! Это 100 килокалорий! Скушала два хлебца! Тостро! Это еще 300 калорий! Потом пошла, блядь, наебнула! Я хуй знаю, что-нибудь еще поебень какой-нибудь! Это еще 200-300 калорий! Ну я почти укладываю свой калораж! Запомните, ваши калории должны быть полноценными! Должны быть насыщенными калориями! Должны содержать углеводы, должны белки, должны жиры содержать, понимаете? А не просто тупая цифра калорий! Тихо! 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 Я впервые раз выпила протеин казино! Так плохо стало! До сих пор тошнит! А что у тебя за вкус протеина-то был? Казино! Я только шоколад пью, потому что все остальное блевотина! Марафон в апреле тоже месяц! Тоже месяц с бомбанем! А еще самое оптимальное, потому что реально месяц это отличный микроцикл Микроцикл, может так я назову это микроцикл Даже чуть-чуть переходящий в мезоцикл тренировочный Отличный, потому что, как еще раз повторяю, цикл для того, чтобы сформировать немножечко фигуру, разогнать метаболизм, да? То есть опорная точка очень хорошая, длительная довольно-таки Правильные калории, правильные калории должны быть полностью обогащены микроэлементами, минералами, витаминами Все это у нас где содержится? В углеводах правильно, в белках, необходимыми аминокислотами, незаменимыми аминокислотами, понимаете? Потому что вот таких продуктов, как, к примеру, йогурт, блядь, там нету того, что содержит гречка, к примеру Нету того, что задержит, к примеру, овсянка, понимаете? Нету того, что содержит животный белок, запомните это О соевом протеине хороший протеин, нормальный, просто соевый протеин хороший, чего нет-то? Он подешевле, чем яичный Нормальный, можно заменять Не знаю метод Трайси Андерсона, без понятия, что это, кто это даже Я вам пишу везде, что скрин оплаты скинула, а вы мне игнорируете Пишите заранее, девочки, не надо, во-первых, сейчас хотела как раз напомнить Не кидайте заранее деньги, вы сначала пишите мне Рита, можно оплачу Я вам отвечаю, да Жду вашей оплаты И только потом я вас начинаю добавлять Потому что, запомните, у меня сейчас висит дохерище просто сообщений Ваше сообщение может затеряться в сотне, трехсотне этих сообщений, понимаете? Поэтому все по факту делайте Я вам ответила, потом оплачиваете Вот поэтому мне сейчас придется ваше сообщение Из всех вот этих трехста, которые висит Еще и в директе у меня висит порядком пятиста сообщений Сидеть и искать Понимаете, вот насколько вы меня, получается, сейчас обременили вот этим вот задачей с одной стороны Вот, поэтому чтобы вас я не потеряла Вот, и чтобы вы потом не думали, что я вас игнорирую Или я вас киданула Чтобы вот этих вот, не дай бог, вот этой клеветы в сторону моей не было Запомните Вы сначала мне пишите Маргарита, можно оплачу? Я отвечаю, да, скидываю вам реквизиты еще раз Вот, понятно? Потому что реквизиты могут меняться И только потом вы оплачиваете заранее Запомните деньги Никогда, да вообще даже не только мне Заранее никуда не кидайте деньги Понятно? Вот Если вы оплатили, значит я найду ваше сообщение Вы не думайте, я не сижу 24 часа в телефоне Понимаете? У меня есть определенное время, в которое я сажусь и работаю Понимаете? Потому что у меня есть тренажерный зал У меня есть персональные тренировки У меня есть тренировки У меня есть также дела Не запоминайте, не забывайте То есть это бытовуха обычная Так что я всем отвечаю, всех добавляю Хочешь творог? Ну скушай грамм 50 Только в первой половине Можно жрать эфедрин 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 Чистая эфедрин Я даже интересно где-то нашла Чистая эфедрин Конечно, когда следующий будет марафон, конечно Всю дату вам будет в посте Обказано заранее Спасибо Какать на жизнь тяжелем? Абсолютно нормально Так же как гантелем Да, сходить на почту России Понимаете? А если я пошла на почту России Значит я там останусь надолго Вы меня можете потерять на ближайшие сутки А протеин при удаленном желчном Ну здесь аккуратно нужно быть Реально аккуратно Неизвестно как отреагирует Привет, Юлик Потому что я вот работаю, работаю Например, сижу, да Отвечаю Я отвечаю Заканчиваю время, еду по делам То есть вчера я уехала на работу в зал И на работе в зале я была до 9 часов вечера Потом пока я приехала Пока я погуляла с собакой Пока сходила в душ Пока поела Потом снова принимала сообщения А там уже и спать Сходи в Сбербанк Ну слава Богу, пока туда не надо идти На почту пойдешь С Богом, дитя мое С Богом тебя ПП батончики Да ну как грех Ну самое главное не злоупотреблять ими Если там кушать один батончик Раз в 2-3 дня Можно, почему нет? И привычку правильно Ну, во-первых, я не прививала себе привычку правильно питаться Да Я привила себе привычку следовать своей цели Естественно, если я хочу добиться определенного результата И дойти до своей поставленной цели Я должна придерживаться определенных правил Вот, понимаете? Здесь все очень поэтапно идет на самом деле Сейчас мысль уходит, мысли идут И не успеваю сформулировать Сформулировать предложение Мыслей всегда очень много в голове Поэтому, когда вы хотите добиться своего результата Да, вы должны, как же вырасти, скорее всего Отсекать от себя все ненужное Чего ты орешь сидишь теперь? Я тебя не выпущу Иди сиди теперь Чего орешь? Вставай на дорожку и ходи со мной Чего орешь? Не выпущу я тебя Вот, вы должны отсекать все ненужное от вас То есть, даже, так сказать, вот при питании, да? Изначально уберите из дома продукты, которые вас раздражают Ну, уберите хотя бы просто, если у вас семья В другой ящик, да? И скажите, так, все какашки в том ящике вон туда, к вам Мой ящик здесь Понимаете? Для того, чтобы хотя бы с чего-то начать, понимаете? Потому что сразу же брать и все Выкинуть там, отрезать не получится сразу же Я ее, блядь, сейчас на дорожку привяжу и будет ходить Ты чё, как истеричка орешь? Пока, блядь, не орешь на нее, блядь, не успокоиться Я тебе сейчас пизды дам Чего ты орешь? Зачем ты сюда идешь и снова выходишь? Скажи мне, женщина Что за прикол? Вот иди давай Что за прикол у кошек? Заходить, выходить Заходить, блядь, выходить Иди чё, швейцар Иди вещи развесь лучше И говно за собой убери Здравствуйте Ушка, она, наверное, уши к попе приложила Да? Вон глазенки свои Сейчас покажу, блядь Она свои глазенки, блядь, ястребиные Вылупила на меня Вот так вот Вот чё ты, блядь, я ничего Вон она сидит Буся! Чё тебе надо? Иди на дорожке ходи со мной Вот и иди, иди давай Пусти её, выпусти её Снова запусти, блядь Тортики, когда я начинаю худеть Ну, это на самом деле очень тяжело Очень тяжело, когда Вторая половинка тебя не поддерживает В твоём начинании Это пиздец, так тяжело Я могу выразиться точно Вот Здесь нужно реально вам садиться И с ним говорить Потому что Это на самом деле Ну, я считаю всё равно Это ненормально, когда Ты пытаешься что-либо делать А тебя второй Любимый твой человек Не поддерживает в этом, да? А наоборот Тебя топит, вниз Тянет за собой Если он жрёт, значит и ты Называется жри, да? Я, к примеру Жирный, ты будь жирный Да никуда ей не нужно Ей просто надо съебаться И побегать просто в коридоре Она просто сейчас разыгралась Сносится здесь А в комнате места не так много Вот она хочет в коридор К другим животным Козёл Да, значит козёл не помог Просто на самом деле Реально Это очень тяжело Сядь с ним и пообщайся Понимаешь? Пообщайся Потому что вы на разных волнах Ну это тоже не есть с одной стороны Хорошо Потому что Ну это пиздец как тяжело Когда у тебя нету поддержки Даже элементарной поддержки В плане Да ты сука не приноси Ебучие эти торты Нахуй Домой Отдай бомжам там на улице Они съедят с радостью Полезное доброе дело Сделай в жизни Вот Скажи купи мне блять Кусок мраморной говядины Стейка Лучше вместо этих блять Соких тортов Что ты тащишь домой Привет Нет, она не хочет пипи Она уже сходила Прежде чем я пустила И куда ты лезешь на одежду? Буся Ты вообще ебанашка Чего Смотри Куда ты Хочешь Залезть На вещи На сушилке Хочешь повеситься Тебе можно вопрос задать? Куда ты лезешь на сушилку? А ей просто шило в заднице Ей надо куда нибудь залезть на шкодить Вот пизденка мелкая Сейчас на елку прыгать мне кажется У нее шило в заднице Ей надо бегать бегать Вот поэтому она и просится Выпустить ее Ну давай манда Залезь блять Сейчас я посмотрю Как ты свои ляжки свесишь Между сушилками Давай 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 блять Давай нахуй Давай попробуй залезь Ну Опа нахуй Ах ты пизда Че проваливаешься да? Ну че заебись Сидится тебе там А? Как дела то? Алло Что? Манда Постакала Видите что творит? Сучка мелкая Я же говорю сейчас запрыгнет Залезть Ей просто надо полазить где нибудь Развесила там свои ляжки между веревками Развесила там свои ляжки между веревками Я не говорю она просто разбесилась Разыгралась все Я шил в заднице у нее Привет Привет Да у меня елка еще стоит Да До июля блять стоять будет До моего дня рождения Да Да я Нахуй Я ее не собирал Я не хочу разбирать Хе-хе-хе Обидание в пост Совместимо с тренировками Конечно совместимо Че нет? Самое то чего нет Но Да на самом деле мужчины очень сильно боятся Пока вы выглядите говнясто На их фоне Вы На их фоне На вашем фоне Пока вы выглядите стрёмненько Они блять герои Такие нахуй да Им не надо переживать Что на вас кто-то посмотрит Да Они спокойны и уверены в себе понимаете Но когда женщина становится красивой Когда она начинает за собой ухаживать Вот тут блять яйца начинает жим-жим делать очень сильно Начинается блять подрывание фундамента Понимаете Они начинают нервничать Потому что на вас начинают обращать внимание Понимаете Они начинают переживать блять Что вы можете кинуть Как говорится Своего андончика и убежать к другому Конечно им приходится Еще больше окрылять перья Типа я ж крутой я ж крутой Посмотри на меня Вот Конечно понимаете Мужчина он понимаете он как охотник У него всегда должна быть охота То есть вы должны всегда его Так сказать держать и в ежовых рукавицах И давать повод для того чтобы понервничать Что он понервничать в плане боязни потерять вас Понимаете вы должны его постоянно стимулировать Стимулировать в любом случае Потому что мужчина это же как животное Это охотник В первую очередь это охотник Как ни крути И он постоянно будет за кем-нибудь охотиться И если вы хотите чтобы Именно объектом охоты стали вы Вы должны себя держать в форме Вы должны себя как говорится ухаживать за собой И тогда постоянно его внимание будет сосредоточено на вас Понимаете Понимаете Мужики есть почему в марафоне есть Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха В течение 7 июля Ля-ля-ля Я хожу на дорожке 5 км в час 30 минут После тренировки Вот понимаете конечно Потому что когда вы растете духовно девочки Когда вы занимаетесь собой Ухаживаете за собой Да Вы начинаете чувствовать себе цену Понимаете Вы начинаете ценить себя Ценить свой труд Который вы вкладываете в себя Да И так сказать Для вас становится Как же выразиться это Более правильно Вы начинаете по-другому смотреть вообще на все На весь окружающий мир И на тех людей которые вас окружают Понимаете Потому что вы вырабатываете себе характер Характер и чувство собственного достоинства Понимаете И когда это все у вас формируется Когда ваш взгляд начинает меняться Вы понимаете, что отношение к вам Было не таким уж и достоином И Вы начинаете двигаться Вы начинаете ворошиться уже И когда вы начинаете ворошиться Мужчина видит что вы Уже что-то происходит Понимаете, что вы как-то чисто с одной стороны отдаляете, а он не понимает, почему ты такая охуенная от него отдаляешься, понимаете? Тут процесс постоянного интереса, понимаете, постоянного азарта. Это как азарт, с одной стороны. Как говорится, чем, когда, говорят, нельзя, еще сильнее хочется. Чем объект недоступней, тем он интересен для охотника, понимаете? А, печенки, да, печенки. Да я у Света никак не скинет этот видос. А эфир нет, еще время 4 минуты как раз. Я сейчас как раз дохожу, эфир закончен. Челябинск, привет! Конечно, потому что любая, каждая женщина, каждая женщина, которая ценит себя, у которой есть чувство собственного достоинства, понимаете, она будет понимать, что рядом с ней должен быть еще сильнее человек, чем она. И человек, который будет ценить ее труды, которые она вкладывает в саму себя, в эту красоту. Потому что на самом деле, что получается, да? Мы смотрим иногда на этот мир, мы видим, вон какая соска, блядь, ходит вон там соска, и они смотрят на них, да? Вот. А ты тут дома, ты и так хорошая, да? В смысле хорошая? В смысле? Так нельзя. Ты с какого хули, блядь, значит, ты на соску красивую смотришь, да? Типа, а жена в халате и так хороша, да? Но при этом я буду посматривать вот на ту соску охуенно. Нихуя так не должно быть, понимаете? Логично вот то, что мужики не хотят, к примеру, что-то вкладывать в женщину, да? Свою, но при этом хотят хорошую и красивую. А так не бывает нихуя, понимаете? Если ты хочешь что-то красивое, вложи в это, вкладывай в эту красоту. Чтобы, так сказать, иметь эту красоту, да ведь? Вот, потому что, а то они хотят, блядь, красивую и не хотят вкладывать. Э, нихуя себе красавчик, блядь, ты охуел вообще, блядь. Знаете, звезды с неба, блядь, просто так тоже не падают, если что. Вот. А не бегать, бегать нельзя, только ходить мягко. Пока нельзя. Да, я говорю, смотри-ка, знаешь, блядь, ему дорого, нихуя себе, блядь. А хотеть эту дорогую, схуя ли ты хочешь вот эту дорогую тёлку, если ты, блядь, в свою даже не можешь вложить, так вот эту, которая уже дорогая, блядь, на которую уже вложено, блядь, сотни тысяч, да? Так ты вообще подавно не потянешь, нахуй. Куда ты свой хрен тянешь-то вообще, в принципе? Конечно, красота требует времени, сил, денег, всего абсолютно, понимаете? Ну да, здесь, конечно, тоже очень важный фактор играет, да, всё верно, чтобы женщина сама этого хотела. Потому что многие женщины, понимаете, помните, как я писала пост, а, и так сойдёт, да, типа того, и так нормально, позанималась, позанималась. Да ладно, и так нормально, такого не должно быть, понимаете? Те женщины, которые развиваются, и женщины, которых реально хотят мужики, они вот так не говорят, а, и так пойдёт, у них этого нет слова вообще. Вот в чём дело, они постоянно развиваются, они постоянно растут, Они постоянно что-то делают Они не сидят на жопе Честно, сколько раз тут Буся Пиздач, съелку свалит Эфир, зефир Понимаете, конечно Запомните, человек сам виноват Во всех своих бедах В большей части Человек всегда сам виноват Понимаете, в какой бы жопе ты не был Мира, да В какой бы заднице ты не находился У тебя есть руки-ноги Если у тебя есть руки-ноги, да Ты полноценный человек, делай, работай Развивайся, двигайся, понимаете Порой мы сами Себя загоняем в угол Сами себя загоняем в угол И выставляем себя Полной жертвой, понимаете Мы очень все любим себя выставлять жертвами Потому что это так и есть Если бы, к примеру, у меня бы Не было цели-мечты, но я не была бы Такой характерной, да Я бы могла давно Ты пизда, блядь, какая Ты посмотри, что творит, а Сучка Вот Я бы давным-давно бы Где-нибудь чахла бы, блядь, работая Я не знаю Я хуй знаю где На каком-нибудь заводе дальше, да Понимаете, как бы с одной стороны Вот Ну и спокойно себе бы говорила Да и так сойдет Да нормально Работаю я и работаю Зарабатываю же Зарабатываю Покушать есть Там чуть-чуть одеться есть И нормально хватит Понимаете Вот и все То есть, понимаете Мы сами тормозим себя Тормозим свое развитие Вот Либо мы Пашем работаем Либо мы Просто стоим на месте Да он носится Она как вот прям Как вот, я говорю Шилы в задницу вставили Так Ну что Мои Засранцы-единороги Я с вами сейчас попрощаюсь Я всех вас люблю Целую Вот Эфир подошел к концу И нужно его уже завершить Желаю вам отличного дня Хорошего настроения Всех люблю Целую Я закончила Уже 30 минут Все Отходило Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому